Вот решили снять ролик про наш мебельный цех, покажите мебельный цех, где-то 200 квадратных метров мебельный цех, нужно его зимой отапливать, чтобы температура была весовая. При высоте потолка 3 метра 600 кубов. 600 кубов нужно прогреть. В данный момент мы его обогреваем колоритером на отработке. Вот он у нас, колоритер на отработке. Подается масло. С бочки при помощи насоса подается масло. Здесь подметается воздух при помощи вот этого вентилятора. Двухоборотный стоит колоритер на отработке масла. Вот горит, покажите как горит. Лайма синяя. Довольно-таки КПД высокая в этой. У этого колоритера обогревает, подметает. Теперь, значит, мы решили сделать такой же колоритер, такой же колоритер, только на дровах. Так как масло всегда не найдешь и маленько стоит запах иногда от масла, решили попробовать изготовить такой же колоритер на дровах. Пойдемте в сварочный цех, мы его уже начали изготавливать. С подручных материалов решили изготовить колоритер для отопления мебельного цеха. Значит, были вот такая вот труба у нас была, 530-й диаметр. С нее вот изготовили топку, 65 сантиметров топка. Значит, к ней приварили отвод, 426-й отвод. Вот, 426-й отвод приварили для того, чтобы у нас как бы был запас хода для большого огня, чтобы у нас пламя было достаточно большим и теплым, чтобы прогреть вот такой теплообменник. Вот, значит, такой теплообменник изготовили из 7, так, 4, 7, 10, из 14 трубок 76-го диаметра. Пламя будет вот это все облизывать. Подойди с этой стороны, посмотри, с этой стороны. Вот, пламя будет это все трубки нагревать. Все эти трубки будут нагреваться до красна. До красна. Для этого нужен объем огня. Вот, для этого вот такого большого диаметра отвод поставили. Все это будет нагреваться. Нагреваться. И здесь, с этой стороны смонтируем кожу, и будет вентилятор. Вентилятор будет продувать эти трубки. Горячие трубы с воздухом будут прогреваться. И тем самым будет нагнетаться горячий воздух для данного цеха мебельного.